Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования в эфире программа Сирена и я Ангелина Дегун. Сегодня в выпуске. Отголоски прошлого. В авигородке обнаружили склад боеприпасов. В больнице с серьезными травмами и на пешеходном переходе в результате ДТП пострадал ребенок. Игры с законом. Бобручанам грозит тюрьма за пристрастие к наркотикам. 525 зенитных снарядов, жестяная канистра, ступица от колеса и строительный крюк от крана. Во время работы на земле вблизи авиагородка в Бобруйске рабочие обнаружили склад боеприпасов. 19 августа в районе дома 68 на Парковой Евгений с напарником провозил земельные работы по прокладке теплотрассы от ТЭЦ к авиагородку. Нашли ребят лопатой. С ковшом я просто снял верхний слой, они лопатой потом копанули метров сантиметров на 20 ниже экскаватора. И нашли первые патроны, потом вызвали этих самых, милицию. Милиция приехала, саперов. Вот сегодня ребята буквально закончили. Группа разминирования войсковой части 5527 обнаружила на месте 525 20-мм зенитных снарядов предположительно немецкого производства с 43-го года выпуска. Создавалась ли угроза? Могли ли они детонировать в процессе работ земельных? Нет. Данные боеприпасы в процессе работы не представляли угрозы, потому что находились на достаточной глубине. Снаряды были уничтожены на подрывной площадке вблизи деревни Ломы. Несколькими днями ранее саперам поступило еще одно сообщение о неприятной находке, но уже от жителей микрорайона Западный. Граната Ф-1 советского производства времен Второй мировой войны. А где ее обнаружили? Обнаружили ее в лесном массиве на пересечении Гагарина Гоголя. Она была вместе с запалом. От любого механического воздействия была граната из детали. Специалисты сработали оперативно. Никто не пострадал. Всего же с начала года саперы обезвредили 520 артиллерийских снарядов, три минометные мины, две авиационные бомбы, две гранаты и один реактивный снаряд. Найти и уничтожить комплекс специальных мероприятий МАК в самом разгаре на полях вместе с сорняками активно произрастает конопля. С начала сезона оперативникам удалось уничтожить несколько тонн опасного растения. На ликвидацию одной из самых крупных плантаций марихуаны пригласили и нашу съемочную группу. Бобруйский район, заросшие тропы и очень много крапивы. Кажется, природа не хочет отдавать свое. Но сегодня мы в поисках конопли. Путь к заветной плантации самого опасного в этой местности сорняка оперативник знает наизусть. С начала 2000-х здесь периодически произрастает сырье для изготовления известных наркотиков, анаши, марихуаны или гашиша. Август – период полного созревания конопли. Именно в это время зависимые и собирают урожай. Сбор, хранение или употребление данного растения, чреватое уголовной статьей знаменитая 328. Именно по ней треть заключенных Беларуси отбывают наказание с солидным сроком. В этом году площадь этой бесхозной плантации с коноплей почти 3 гектара. В массе это 2 тонны растения или 1200 килограммов наркотика. В дозах больше сотни тысяч. Правда, местные сюда не захаживают. Растения не тронуты. Никто из жителей близлежащих деревень не замечен в употреблении этой травы. Здесь грешат иначе. В настоящее время составлено три административных протокола по 16.1, Кодекс административных правонарушений за незаконное выращивание посев масляничного мака без цели его сбыта. Как объясняли произрастание мака на своих дачных приусадебных участках? Люди толкуют тем, что для последующего употребления при изготовлении хлебобулочных изделий. В подобных случаях дело заканчивается штрафами до двух базовых. С коноплей все гораздо серьезнее. Хозяину даже одного куста грозят годы за решеткой. Правда, в этом сезоне все 60 фактов незаконных посевов дикорастущего каннабиса без уголовных дел траву попросту уничтожили. Та же судьба грозит и растениям на этом поле. Скошенную траву уничтожат уже сегодня. Ее здесь же придадут огню. Жители Бобруйска не смогли удержаться от соблазна. 17 августа сотрудники РОВД задержали местных жителей. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков. По оперативным данным, двое горожан 18 и 19 лет. Заранее зная о месте произрастания дикорастущей коноплей вблизи деревни Лысая Горка Бобруйского района, собрали там более трех килограммов наркосодержащего растения. На неизвестных парней в деревне обратили внимание местные жители, с которыми у парней возникла подтасовка. В ходе конфликта молодые люди бросили пакет с коноплей и убежали, а жители позвонили в милицию. Оперативно-розыскные мероприятия вскоре принесли результат. Злоумышленники были задержаны на вокзале в Бобруйске. В ходе досмотра у 19-летнего подозреваемого при себе обнаружено и изъято 0,7 грамма марихуаны. Как позже показало освидетельствование, молодые люди находились в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Бобруйским международным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, который предусматривает ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы. Сотрудниками наркоконтроля проводятся мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к незаконному обороту наркотиков. Всего же за время проведения специального комплекса мероприятий МАК в Могилевской области выявлено более тысячи фактов про израстание и посевов дикорастущего каннабиса. Растения общим весом в 10 тонн уничтожены. Обширные ожоги всего тела и обгоревший диван. Следователи устанавливают причины ЧП на Куйбышева. Там 16 августа в результате пожара пострадал 60-летний мужчина. Пока подробности этого происшествия неизвестны. Бобрученин в больнице в тяжелом состоянии. Спасатели устанавливают обстоятельства еще одного происшествия. 19 августа на улице Механизаторов горел автомобиль. В момент прибытия спасателей на место Ауди-80 был объят пламенем. Пожар удалось быстро ликвидировать. Специалисты не допустили распространения стихии на расположенные вблизи дома и ход с постройки. Никто не пострадал. Огонь уничтожил лишь иномарку. Причина пожара устанавливается. В Бобруйске сбили девочку. Все произошло 18 августа около 16.30 на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Социалистической и Островского. Наезд совершил 22-летний водитель Ниссана. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. За летний период также произошло всего 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий были как и невнимательность со стороны водителей, так и со стороны детей. Ребенок где-то переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Кто-то проезжал пешеходный переход на велосипеде. Также были наезды в дворовой территории. Ребенок играл и вышел на дорогу. Водитель тоже двигался и не заметил его. 19 августа около полудня на улице Октябрьской 62-летний житель Бобруйского района, управляя автомобилем Митсубиси, совершил наезд на 76-летнюю жительницу Кировского района. Женщина получила травмы и была госпитализирована. За неделю это уже третье ДТП с пострадавшими. По всем фактам проводится проверка. Труп в багажнике. В Глузском районе устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. 20 августа в Глузском районе был обнаружен автомобиль. В багажнике, в мешке находилось тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудниками милиции задержаны водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, а также мужчина и женщина, распивавшие накануне спиртные напитки с потерпевшим. В Бобруйском районе пропал мужчина. Почти 8 часов у правоохранителей и родственников ушел на поиски грибника. Чем закончился этот поход в лес? Далее. Припаркованные авто и взволнованные грибники. Валентина Пилипенко уже несколько часов не находит себе места. С родственниками. Она в лесу вблизи деревни Дубовка ищет супруга. Зашли в лес, набрали по ведру грибов, вернулись к машине, поставили в машину, пошли второй раз за грибами. Пошли второй раз за грибами, ну, все стали рядышком собирать грибы. И буквально я звала мужа, он пришел, и потом, все буквально через 15 минут, мы стали его кричать, и не могли дозваться. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но тщетно. Успокаивало лишь одно, со слов женщины. Ее 66-летний муж был в здравом уме и не жаловался на здоровье. Правда, с собой у него не было мобильного. Единственный способ обнаружить бобручанина был вызов спасателей. Были задействованы сотрудники МЧС в поисковых мероприятиях, сотрудники бобруйского РУВД, были подняты по тревоге. Проводились поисковые мероприятия, проческа лесного массива. Поиски прекратились спустя 6 часов после звонка супруги с неизвестного номера. Пропавший грибник сам выбрался из зеленого лабиринта и попросил у местных жителей деревни Доманово телефон. В общей сложности бобрученин прошел 6 километров. В медицинской помощи мужчина не нуждался. Специалисты уверены, из стресса можно было избежать, если бы грибник выполнил хотя бы один пункт правил безопасности, о которых уже два месяца напоминают специалисты. Не забывайте, пожалуйста, взять с собой мобильный телефон, воду, свисток. Эти предметы помогут вам в случае, если вы заблудитесь. Как пояснили спасатели, сообщения о пропаже ягодников и грибников на номер 102 или 112 в этом сезоне поступают практически ежедневно. К счастью, каждый случай пока заканчивается благополучно. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!